В обновлении 1.16 изменили Нижний мир, добавили много чего нового, структуры, биомы и новых обитателей адского измерения. Многих из жителей Незера мы уже изучили, однако под вопросом еще много чего интересного. И в сегодняшнем ролике мы прольем свет на такую сущность, как Хоглин. Какова история его добавления и сюжетная линия в лоре Майнкрафта? Почему они боятся искажения, всячески пытаются избежать его и просто не заходят в эти территории? На все эти вопросы я постараюсь ответить и также понять, каков смысл этого моба в мире Майнкрафта. И присаживайтесь поудобнее, с вами Грит, и мы начинаем. История добавления Хоглина не обладает большой тайной. В обновлении 1.16, которому не так много, были введены в игру под биомы Нижнего мира. Одним из которых является Багровый, кстати, самый красивый и атмосферный. Разработчики не раз говорили о том, что нужно добавить возможность полноценно выживать в аду. И источникам еды, одновременной опасности и наполнения Нижнего мира решили добавить большого и свирепого кабана. Которого, к слову, в начале, то есть в первых снапшотах, назвали свинопотамом. Что вообще звучит ужасно, а потом перевели как Хоглин, то есть как в английском оригинале. Этот моб был спорным не только в этом плане, но еще и в том, что разработчики наобещали игрокам добавить отдельный вид еды. Который был бы эффективнее золотой моркови, которая, к слову, сейчас является самой лучшей едой в Майнкрафте. По сути, должен был выглядеть как огромный мясной стейк из кабана. Но почему-то эту идею разработчики отложили или убрали вовсе, понять это сложно. Но теперь из него выпадает больше свинины, чем с обычной свинии Верхнего мира. Также с него дропается и кожа, что довольно ценный ресурс для создания книг и немного опыта. Однако, несмотря на то, что разработчики обделили этого моба уникальным предметом в виде самой лучшей новой еды, назвать этого моба конвейерным нельзя, он по-своему уникален и у него даже есть свой характер. Допустим, вряд ли вы знали, что они боятся порталов. И это не просто искаженный гриб, который вы поставили и они отбежали. А вот самый настоящий портал, приближаться они к нему не желают. А если гонятся за игроком, то перестают его дальнейшие преследования. Почему это происходит, вы узнаете далее, однако это не единственный уникальный характер. Их можно разводить багровыми грибами, что уже дает возможность создавать фермы. А маленький получившийся Хоглин тоже будет атаковать игрока. Но как только получит ответный удар, бросится бежать. Обитает он, как было сказано ранее, в багровых лесах. И является прямым соседом пиглинов, таких же свиноподобных созданий, однако более умных, чем они. При разработке тоже возникали некоторые неполадки. Уверен на 100%, вы не видели этой картинки. Один из команды создателей выложил скриншот, на котором у Хоглина глаза Эндермена. Ну и конечно же, были еще ошибки в создании Хоглина. Однако, остается неотвеченным вопрос о происхождении Хоглинов с теоретической стороны. Почему они живут именно в аду и находятся именно там к приходу нашего персонажа? Начать, пожалуй, надо с основного. Из обычного мира, пиглины и Хоглины переехали в ад. Понять это просто, и я не раз это доказывал. Подводные руины, где они жили раньше, рядом разрушенные порталы. И также, руины порталов в аду и бастионы, в которых они живут прямо сейчас. Переехали в ад они по различным причинам. Первое, это глобальный потоп и поднятие уровня воды в обычном мире. Сейчас руины полностью погружены в воду, а решение пиглинов понятно. Переехать из затопленного мира в ад, где вообще нет воды, очень даже разумно. И согласитесь, в этом есть логика. Ну и также, второй причиной является зомби-вирус. Если поставить одного и другого в обычном мире, то они заразятся буквально через 20 секунд. В аду же этого не происходит, сколько бы они там ни находились. Но при этом возникает следующий вопрос. Неужели они переехали в ад вместе, и кем тогда были Хоглины до переезда? Ответ на этот вопрос очевиден. Посмотрите, как сейчас живут в бастионе его обитатели. Пиглины, как более разумные, держат в руках оружие, а вещи складывают в сундуки и как следует их охраняют. А кабаны ходят рядом, в пределах одной территории. Но при этом они постоянно вместе, несмотря на то, где они находятся и в бастионах, и в багровом лесу. Можно предположить, что адские кабаны – это как домашние животные для пиглинов. Вернее будет сказать, как скот, как игрок, держит в загоне, допустим, корову. Они держат своих кабанов в багровых лесах и в бастионах. Выгуливают их там, а когда приходит время, убивают толпой, потому что Хоглин – это не домашняя свинка и может дать отпор. Но чтобы вы понимали, Хоглины тоже изменились, разумеется, с теоретической стороны. Так они выглядят прямо сейчас, но раньше они смотрелись совершенно по-другому. Сейчас объясню порядок эволюции. Примерно так смотрели свинолюди, когда их хотели добавить очень давно в обычный верхний мир. Более-менее цивилизованно, если добавить одежду. Должны были торговать, но их заменили жителями и вряд ли бы они носили бы оружие. Но теперь при обновлении 1.16 их добавляют исключительно в ад. Где они стали выглядеть, само собой, более детализованно, смотреться более дикими, носить оружие и броню. Непременно из-за того, что долгое время были в аду и, так сказать, приспособились к окружающей среде. Ведь Незер – место полное опасностей. И такую же параллель можно прочертить с Хоглинами. Невозможно точно сказать, были ли они как обычные мирные свиньи, пока жили в верхнем мире. Скорее всего, нет, так как это все же кабаны, но они точно изменились. Стали, само собой, больше, агрессивнее и питаться начали багровыми грибами. И теперь мы точно знаем, что пока они жили в обычном мире, свиноподобные люди, которые теперь пиглины, использовали фермерсты своих животных, которые теперь хоглины. И все было бы хорошо, если бы они не переехали в ад. Однако можно выдвинуть вперед теорию, что пиглины и хоглины не так сильно различаются. И возможно, что это разные виды одного и того же существа. Тут можно связать эту теорию с мародерами. Там тоже есть большое ездовое животное в виде разрушителя. Но при этом он очень сильно похож на остальных разбойников, но просто одно лицо, если вглядеться. Что если и с пиглинами, и их кабанчиками так же? Ведь не зря они появляются всегда вместе. Смотрите, доказательства можно взять из вселенной The Elder Scrolls. Там тоже есть разные виды одного и того же существа. Но одни используются как ездовые, а другие как наездники. В прошлый раз я привязал это к разбойникам, а теперь этот аргумент можно использовать и к пиглинам. А почему они все же отличаются друг от друга, можно списать на эволюцию и развитие их в разных направлениях. Ведь пока одни были в виде скота в загонах, другие изучали металлургию и кузнечное дело. Ковали себе оружие и броню, а также строили теперь уже затопленные дома, порталы и бастионы. По крайней мере это всего лишь теория, а вы можете в свою очередь поделиться своими мыслями в комментариях. Мне будет интересно почитать другие версии. Теперь же мы перейдем к одному из основных вопросов этого видео. Почему хоглины боятся искаженных грибов, открытых порталов и самое главное, почему заражаются в обычном мире? Ответить на этот вопрос я даю одному из теоретиков по Майнкрафту, которого вы наверняка знаете. Силки вам слово. Силки вещает и просвещает. Рассматривая вопрос с теоретической стороны, можно сказать наверняка, что открытые порталы это прямая угроза в сторону хоглинов. Ведь, как мы помним, их заражение на открытом воздухе неизбежно. Это относится только к обычному миру. Но что же касается края, будем исходить именно из той гипотезы о структуре мира, в которой ниже всего находится ад. И он закрыт от обычного мира коренной породой, из-за чего зараженный воздух туда никак не может попасть. Далее идет обычный мир, где рассадник вируса, заражающего пиглинов. А выше всего находятся парящие острова края. Но что интересно, между верхним миром и краем никакого бедрока нет. И зараженный воздух с легкостью может туда попасть. Отсюда мы и берем доказательства того, что воздух в Энде, хоть и сильно разряженный, но присутствует. И в нем наверняка и находится зомби-вирус, который превращает хоглина в его зараженную версию. Хоглины боятся его, как огня, если игрок держит его в руках. Они соблюдают дистанцию и постоянно убегают. А если игрок доберется до искаженного леса, он сможет с легкостью избавиться от погони хоглинов. Но что же не так с этим биомом, что его боятся все свиноподобные? Ответ на этот вопрос лежит прямо на поверхности, прямо в названии самого биома. Искажение прямо противоположно багровому лесу, который хоглины любят. Понять это можно как по цветам, красный и синий, так и по самой структуре искажения. Багровые лианы свисают вниз, а искаженные лианы растут вверх. Таких примеров много, но только из-за этих факторов в Хоглином искаженный лес кажется таким знакомым, но при этом сильно отличающимся от изначального багрового, в котором они привыкли жить. И их поведение совершенно предсказуемо. Они убегают от чего-то таинственного, и при этом совершенно неизвестного. Отчасти, возможно, их можно понять, ведь искажение – это ненормально в реалиях Ада. И хоть биом достаточно красивый и вписывается в атмосферу измерения, можно смело сказать, что это своего рода зараженная территория. Достаточно понаблюдать, как ведет себя искаженная трава при использовании костной муки. Она захватывает обычный адский камень, превращая его в искаженный. Спасибо, Силки, за рассказанную теорию. Благодаря ней мы можем сделать вывод, что Хоглины – это самые обычные обитатели верхнего мира. По крайней мере, были такими до глобального переезда в ад. Боятся они искажения только из-за того, что они не знакомы с этим биомом. А заражаются они в Энде и в обычном мире из-за большого количества зараженного воздуха. И теперь они живут в аду, в постоянной опасности, либо заразиться от искажения, либо случайно попасть в портал. И игрок, попадая в Нижний мир, находит этих созданий и совершенно не знает их историю. Кем были Хоглины до переезда в ад и почему они живут именно в бастионах? Но посмотрев эту теорию, вы узнали о Майнкрафте немного больше. На этом теория подошла к концу. Оценивайте это видео лайком и подписывайтесь на канал, ведь тут много интересного про Майнкрафт. Ну и также не забывайте предлагать свои версии событий в комментарии. Ну а я прощаюсь, с вами был Грит, всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok